Здравствуйте! На 39-м канале городские подробности из Анапы. Программа для тех, кто желает быть в курсе событий местной жизни. Сегодня вы узнаете в подробностях о том, что станет главным событием открытия курортного сезона 2024 в Анапе. О туристической полиции, о достойном результате анапских спортсменов и не только об этом. В Анапе продолжаются работы по ремонту и содержанию дорог. Совещание, посвященное актуальной теме, провел мэр города Василий Швец. Открывая заседание, он подчеркнул. Вектор развития дорожного хозяйства, в рамках которого мы работаем последние годы, остается неизменным. Большую часть средств направляем на дороги в сельские округа. Начальник управления транспорта и дорожного хозяйства Александр Мичурин доложил, что работы по содержанию улич на дорожной сети продолжаются на всей территории муниципалитета. Ямочный ремонт проведен на площади 3000 квадратных метров, щебеночный на 45 тысячах квадратах и на более чем 20 улицах. Нанесено 9 тысяч квадратных метров осевой разметки и пешеходных переходов. Проводится очистка и замена дорожных знаков, обслуживание светофоров. Также идут работы по наказам избирателей и исполнительным производствам. В планах проектирование капитального ремонта Пионерского проспекта и улицы Набережной в станице Анавской на участке от Советской до Горной. Также среди планов на текущий год ямочный ремонт на площади 14 тысяч квадратных метров в городе и во всех 10 сельских округах. Приоритетность выполнения работ главы округов уже определили совместно с местным активом. Кроме того, на совещании обсудили реализацию проекта «Народная стройка», когда бетонные дороги службы делают совместно с жителями. Эта практика хорошо зарекомендовала себя и при поддержке анапчан это направление будут развивать. Четвертый год подряд сезон в самом солнечном городе России откроет большой семейный праздник. Этой весной он пройдет в формате энногострономического фестиваля под названием «Виноград», известным в разных уголках нашей страны. На набережной у музея Горгипе 17 по 26 мая установят ярмарочные павильоны, а на территории музея пройдут вечерние концерты, детские мастер-классы и театральные представления. Гости смогут познакомиться с продукцией Кубани, Дона, Крыма и Кавказа. Крупнейшие заводы и семейные винодельни представят популярные и совсем новые линейки. А профессиональные сомелье и винные эксперты расскажут об истории и культуре российского виноделия. Не меньше внимания уделят южной гастрономии. Свои продукты представят сыровары и фермеры, производители мясных и морских деликатесов, натуральных сладостей и фруктов. Традиционно фестиваль готовит необычную развлекательную программу. Звездами уникальных представлений станут клоуны Абабука и Ван Гог, работавшие в шоу «Славы Полунина». Расширится детская зона, где будут проходить творческие и научные мастер-классы. Над роскопом древней Горгипии снова зазвучит музыка. Днем на набережной настроение создадут музыканты-инструменталисты, а по вечерам на круглой сцене выступят классические джазовые исполнители. Гости фестиваля услышат скрипку, этно-джаз и современную авторскую музыку. В Анапе на службу заступила туристическая полиция. Специальное подразделение будет патрулировать курортную часть города. В его составе 25 сотрудников, прошедших специальную подготовку и обучение английскому языку. На вооружение у полицейских новейшие технические средства, а также квадроциклы, электрокары и новые патрульные автомобили. В течение всего курортного сезона туристическая полиция будет обеспечивать комфорт и безопасность гостей курорта. В Анапе на начало апреля 2024 года стоимость загородного дома составила 24,5 миллиона рублей, что на 35% больше, чем два года назад. Это следует из аналитики. В апреле 2022 года загородный дом в Анапе с наличием отопления, водоснабжения и водоотведения стоил 18 миллионов 100 тысяч рублей, а в апреле 2023 года 20 миллионов 100 тысяч рублей. По данным аналитиков, в 2024 году спрос на покупку загородных домов в Анапе вырос незначительно на 1%. Аналитики отметили, что в Краснодарском крае, несмотря на логистические сложности, связанные с приостановкой работы аэропортов и высокие цены, спрос на рынки загородной недвижимости сохраняется. По мнению экспертов, это обусловлено интересом к качественным домам в регионе с комфортным климатом и с недостатком предложения. Анапские спортсмены показали достойный результат на первенстве по всестилевому каратэ. В городе Геройного Российск прошло первенство города по всестилевому каратэ, куда съехались не только клубы всестилевого каратэ края и рукопашного боя, но и представители китайского вида спорта «Ушу со льда» из Краснодара. В соревнованиях приняли участие 150 спортсменов. Город Анапа был представлен спортсменами клуба «Южный Будакан» и спортивной школы Олимпийского резерва номер один. По итогам наша команда заняла второе общекомандное место. Лучшими спортсменами признаны Кирилл Минаев, Иван Бокарев, Савелий Александров. Поздравляем спортсменов и их тренера Арсена Корбоналиева. Далее прогноз погоды в городских подробностях. В пятницу 3 мая нас ожидает переменная облачность. Температура воздуха днем плюс 21 градус. Влажность воздуха составит 65%. Ветер подует северо-запада со скоростью 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 15 градусов. На сегодня это все, о чем мы успели вам рассказать. Напоминаем, все новости и передачи 39 канала вы можете найти на сайте anapanews.com. Новости, актуальные информации, интересные события и факты. anapanews.com. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова